Всем привет! С вами Закупач и сегодня у нас по традиции битва подарков волчков, которые мне подарили на прошлом турнире. Ссылка на турнир в описании. Смотрите, тут абсолютно разные волчки. Даже не знаю, кто сегодня станет победителем. Делайте ваши ставки в комментарии. Также авансиком поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы кнопочка стала серенькой. Нажмите колокольчик и мы начинаем нашу супер-пупер-битву. Правило у нас одно. Один бой. Кто проиграл, вылетает, а победитель остается. Итак, мы выясним, какой из этой подборки самый сильный волчок от подписчика. Самая сильная сборка от подписчика. Мне, конечно, нравится вот этот, потому что мой самый любимый волчок Феникс. А мы начинаем. Играть будем на арене, которую мне подарил Бейзон. Первый бой. Вот эти красавцы. Вы посмотрите на эти волчки. Кстати, все эти волчки, посмотрите, можно по ссылочке вот здесь, где он, в верхнем углу. Я оставлю видео, где я распаковывал подарки. Там я их разбирал, то есть показывал вам, какой диск. Вот это пример от Hasbro. Видите, оригинал. То есть, ему еще режим можно будет поменять. Закупыч. Ой, какие они легенькие. Прям так легко запускаются, вы себе не представляете. Вообще легенькие, легенькие. У Hasbro режим Слингшок выключен. Можем сейчас протестировать еще и на Слингшоке. Давайте, наверное, протестим мы на Слингшоке тоже. Миноборас. Миноборас это от Hasbro, если кто не понял. Да, Hasbro проигрывает. Смотрите, вот этот малыш его победил. Но мы Hasbro сейчас поменяем режим на Слингшок. Но я думаю, это ничего не изменит. И он все равно проиграет, и он вылетит с арены. Это еще не так просто сделать. Пришлось зубами его открывать. О, все, смотрите, Слингшок включен. Закупыч. Бейблейд. О, на Слингшоке, конечно... Да, на Слингшоке он улетел, видите, сразу с арены. Ну и все. Hasbro проигрывает. Hasbro убираю в сторону. Следующим на сцену выходит вот этот красавчик. Видите, тоже кастомный. Бейблейд. Закупыч. О, какой он сумасшедший. Ничего себе. Но он сейчас так свою силу всю растеряет, я думаю. А, нет, смотрите, пока держится. О, смотрите, смотрите, он почти встал. Почти встал. Ну вот этот красавчик у нас остается, а вот этот вылетает. Следующий у нас вот этот красавчик, который поломанный волчок, и я думаю, сейчас он разлетится в клочья. Бейблейд. Ага, все, смотрите. Я пускалку с него снял. И он вот он. То есть запустить его не получится. Он все, разлетелся полностью. Так что мы его дисквалифицируем. Я его надел на пускалку, он сразу развалился. Ну ладно. Надо делать в выпуске сломанные волчки. Вам как вам интересна такая тема? Беру в соперники ему вот этого красавца. Посмотрите, какой шикарный. Бейблейд. Сверсть. Воу. У меня пускалка заедла. Так. Ну наш новичок такой, смотрите, прям решительный. У него еще необычная рама в виде яйца. Так. И смотрите-ка, этот красавчик все равно побеждает. Лонгинус первый сезон выходит на сцену. Бейблейд. Волчки. О, вот я их запустил вообще идеально, смотрите. Мне кажется, у Лонгинус сейчас есть шанс. Лонгинус вообще первый, вот этот второй сезон, они очень сильные. Пока Хасбро не мог... То есть, ну и вообще и Токаратроми не сделали Лонгинуса какого-нибудь суперкрутого. А, ну нет, смотрите, он все равно проигрывает. Беру вот этого малыша, у которого наконечник Саламандра или что это? Бейд. Бейд. Воу, смотрите, как он прыгает. Правда, как Саламандра. Он прям подпрыгивает на сцене. Так, и кто же из них побеждает? Да, смотрите, этого парня вообще невозможно побить. Возьму-ка я против него. Это, наверное, последний волчок первого сезона. Нет, еще один вроде есть. Блендер. Покуган. Все здесь. Никита, Стас и Вера Метелкина. Так. У кого есть одноклассница Вера Метелкина? Ха-ха-ха. Так. Неужели наш чемпион остается на сцене? Походу, он сможет проиграть только третьему, четвертому сезону. Да, смотрите, он все равно побеждает. Вот это да. И новый его соперник Ахилесина. Посмотрите, какая Ахилесина. Тоже сборочка. Покрашенный весь. Ахилесина. Ооо, сумасшедший Ахилес вылетает с арены. Давайте я его туда же запущу. Но он хочет вылететь все равно, смотрите-ка. Ооо, вот это да. Да, смотрите-ка. Он все равно проигрывает. Спрайзен-реквием на вот такой сборочке. Спрайзен. Чемпион. Чемпиона буду называть чемпионом. Он уже записан в историю. Один из самых сильнейших подаренных волчков закупочек. Кто мне его подарил, интересно? Я уже не забыл, если честно. Так. Смотрите-ка, Спрайзен проигрывает. Виннинг-валкере. На наконечнике непонятном. Валкурия. Кемпион. Так, Валкурия побила со стены. Растеряла всю свою силу. Судя по всему, это не ее день сегодня. Так. Сделаю вам поближе. И кто же победит? У Валкирия один шанс. Это взрывать, Валчики. О, ну смотрите, наконечник такой выносливый. Все равно она проигрывает. Сможет ли за Валкере отомстить ее старший брат? Посмотрите, какой. Братюня Валкере. Чемпион. И так, братюня сможет ли он отомстить? Прям как в боевике. В любом крутейшем. Там брата обидели, старшего брата побили, младший брат пришел, подкачался и победил. Но это, походу, не наш случай. Такое бывает только в кино. Так, смотрим. Да, смотрите-ка, все равно проигрывает. Еще один. Смотрите, Спрайзен, реквием на наконечнике саламандра с рамой. Ой, какой красавчик. Спрайзен. Малыш, ну, я думаю, тут Спрайзен уже должен победить. Все-таки это уже волчки, ну, повыше уровня. Нет, смотрите-ка, он проигрывает. Вот это прикол. Как такое может быть? Что это за волчок такой? Ну, я думаю, это точно конец. Смотрите, выходит у нас саламандра, сборочка. Тут у нее от Вольтроека В6 или как он, В5, В6, по-моему, рама. Очень тяжелый волчок. Саламандра. Чемпион. Итак, вешеная саламандра против нашего чемпиона. За кого болеете вы? Я уже болею за нашего чемпиона, потому что он такой маленький, аккуратненький и офигенно дерется. Это просто лучший волчок. Много места в кармане не занимает. Взял его под мышку, пошел, пронес его на ЕГЭ, на ЕГЭ запустил. Дед Морозу мешок кинул, везде пролезет. Итак, что же у нас получается? Неужели саламандра... Не, мне кажется, саламандра побеждает. Смотрите, она начинает биться, биться, биться. Надо быть внимательным. Да, саламандра тут побеждает, но он был очень хорош. Я этот волчок называю лучшим волчком и откладываю его в режим победителей. Ну, а против саламандры выходит Космо Вольтроек. Вот такая сборка от подписчика. Космо! Да что ж такое? Так, подождите, неудачные запуски. Саламандра! Космо! Вау! Вау, как они столкнулись жестко. Так, кто же победит? Вау, вот это шум. Вы слышите этот шум? Шум боя, шум битвы. Это незабываемо. Когда уже будут транслировать Бэйблэйды по телевизору, я буду их комментировать. Чемпионат, там, Миры какой-нибудь. Позовите меня комментировать. Смотрите-ка, саламандра все равно побеждает Космо. Против саламандрой выходит Икскалиус. Вот такая сборка на драйвере Ахиллес. Икскалиус! Саламандра! Вау! Ничего себе он прыгает. Необычно себя ведет волчок, все честно. Так. Все-таки саламандра должна его победить в любом случае, мне кажется. Если только он ее не взорвет. Но он ее вряд ли взорвет. Да, саламандра побеждает. Саламарда. Саламарда. Короче, против Кирбеуса, но в таком на Дэд Фениксе. Деке. Саламандра его сразу же выкинула. Ну, что-то это неинтересно. Нет, дайте-ка еще. О, смотрите, я его выкинул. Я его просто пальцем поделал, он выскочил сам. Просто стало интересно, сможет ли он ей сопоставить что-то. Ну, по сути, саламандра его выкинула. По сути, она уже победила. Так, и что же в итоге, они что-то обнимаются, обнимаются. И даже Кирбеус, это, дольше прокрутился. Ну, давайте еще раз. Кирбеус. Саламандра. Так, вот теперь она у него не выкинула. Теперь битва более честная. Да, драйвер от Дэд Феникса, хоро. А Саламандр прям трещит своими крыльями от Валькирии, которые у нее по наследству достались. Ой, ну это долгий бой, хороший. Я от Кирбеус, если честно, не ожидал. Церберы хороши в этом бою. И смотрите-ка, Кирбеус побеждает. Да, он побеждает. Все, саламандру я убираю. Но она была хороша. Смотрите-ка, какой. Вот это сборочка, вот это всем советую. А у нас на цену выходит следующая саламандра. Да, мне несколько саламанд подарили. Видите, здесь сборка уже совершенно другая. Ну, как раз протестируем. Сало. Кирбеус. Так, не кло... О, теперь саламандру убивают. Но мы сейчас сделаем перетест, и я саламандру запущу второй. Так будет правильнее. Кирбеус. Сало. Итак, если она сейчас не вылетит... Может и победить, кстати. Смотрите-ка, как это... Ну-ну-ну-ну-ну. Такое ощущение, что ничья, но... Не знаю даже. Оставлю ее в победителях, но Кирбеус интереснее. Давайте мы возьмем... Вот мне интересно, Дэд Феникс, видите, на другом драйвере. То есть, по идее, вот этот драйвер должен стоять у него. Но мы их сейчас сравним. Это последние волчки. Ага. Понятно. Так. Ну, короче... Когда я делал распаковку, у меня были сомнения насчет этого диска. Он у него постоянно слетает. Поэтому буду запускать его без диска. Феникс. Кирбеус. Смотрим. Феникс против Кирбеуса сборочки. Что же он нам покажет? Да, он проигрывает вообще. Слабая сборка. Убираем. А у нас вот этот малыш не встречался с Кирбеусом. Давайте их затестим. Вот их. Кирбеус. Малышок. Интересно, вдруг будет прикол, если он его победит. Так. Ну, они держатся молодцом. Смотрите, занимают центр ринга и Бьюкс. Показывают красивый бой. Но долгий. Это как битва профессионалов. Неужели? Нет, нет, нет. Все-таки Кирбеус побеждает малыша. Давайте снимем какая... Это самое. Саламандра самая сильная из наших, которые мне подарили. Сборки. Сало раз. Сало два. Оу. Ничего себе. Сама... Оу. Вы это видите? А где кусок? Надо будет на замедленной съемке посмотреть, где кусок от саламандры. Смотрите. Смотрите. Она просто в мясо. Вообще разлетело все. Ё-моё. А ты цел? Это цел. Смотрите. Получается, вот эта сборка сильнее оказалась, чем та. Хотя я бы еще раз протестировал. Получается, разлетелась у нас сборка на вольтроеке, которая в металлическом диске. Вот это да. Вот это мясо. Или она была сломанная? По-моему, нет. По-моему, она была целая. Где этот кусок? Вот он, видите, отлетел. Я его сейчас не найду даже. Давайте еще раз. Раз. Два. Так, идеально запустил. Они не коснулись, потому что тогда, возможно, я плохо запустил. То есть, друг в дружку они сразу попали во время запуска. Сейчас они уже набрали свою естественную скорость. Сейчас у нас все по-честному. Так. Буду сейчас искать кусок. Кто же так побеждает? Ага. Все, это проигрывает. Хотя, видите, это та выиграла, от которой кусок отлетел. Ну, сейчас мы запустили правильно. Поэтому, друзья, давайте делать выводы. Получаются самые сильные волчки, которые мне подарили подписчики. Это вот эта тройка. О, то есть, запоминайте сборку. Сборка на Кербелсе. Диск от Dead Fenix. То есть, этот драйвер, видите? Потом металлический диск номер 7. Помотать от него же. То есть, все от него же. Это Кербелс от какой фирмы? По-моему, это от Flame или из B. Не знаю, даже не понял. То есть, у него здесь, видите, ходят вот эти зубья его. Вот, короче, хорошая сборочка. Имейте в виду, будете побеждать в школе всех. Вот этот малыш. Если у вас нет денег, такие малыши, их можно найти за небольшие деньги. Рублей по 100 их, по-моему, продают даже у нас в подвалах. Потому что это первый сезон. Вот, смотрите, вот такой наконечник. Металлический диск под номером Z или 2. Помотая Z, наверное, написано. О. И, смотрите, он хорошо играет. Ну и, конечно же, Саламандра на драйвере непонятно каком. Что это вообще такое? Это от B-100, по-моему. Металлический диск B1 называется, видите, с крылышками. О. И, видите, сама наша Саламандра. О, которая разлетелась немножко. Один ее минус. Ну, битвы были классные. Всем спасибо за внимание. Не забудьте, все ссылочки в описании. Там и ссылочки на мой Инстаграм, на группу ВКонтакте. Подписывайтесь. С вами был Закупач. Всех был рад видеть на своем канале. Ну и по традиции, моя рыбка Огонек. Имя ему выбирали подписчики в группе ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok